Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Вместе с вами, а также с общественниками Одинцовского района мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными темами жизни Одинцовского района. Сейчас на фоне экономических санкций, а также в принципе не самого положительного состояния российской экономики, одним из самых актуальных и важных, наверное, вопросов в нашей стране, да и в районе тоже, становится вопрос предпринимательства. Сегодня в нашей студии люди, которые напрямую знакомы с данной проблемой, с ними мы и поговорим. Напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы финансового характера или же предпринимательского характера, звоните, задавайте свои вопросы, постараемся вместе во всем разобраться. Итак, наши гости сегодня Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь общественной палаты Одинцовского района. Здравствуйте! 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 А также у нас Марина Владимировна Воронова, лидер федеральной акселерационной программы социальной инновации по Московской области. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Здравствуйте! Здравствуйте! Марина Владимировна, Светлана Геннадьевна, ну давайте прям начнем с основного вопроса. Понятно, что у нас с экономикой, не будем на этом сейчас останавливаться. Остановимся на другом. Как с этим быть и как сейчас в принципе дела обстоят? Вот с предпринимательством. Занимаются ли люди бизнесом и если да, то все ли у них получается? Ну люди бизнесом, конечно, занимаются и в нашем родном Одинцовском районе тоже, но чувствуют себя тяжело. Все направления, которые дополнительные к основному, стараются закрывать. Сокращают максимальные издержки. Вот этот кризис невзаимных платежей, что ли, сейчас он налицо. И как бы лучше пока мы не видим. Не становится. То есть предпринимателю сейчас тяжелее. Очень много людей сейчас остается без работы, особенно в банковской сфере. Мы с точки зрения общественной палаты сотрудничаем с фондом занятости и пытаемся рассказывать предпринимателям о программах поддержки. Например, многие предприниматели не знают о такой интересной программе, как общественные работы. Когда человек, который остался без работы, он стоит на учете в центре занятости и его можно взять попробовать, как бы для предпринимателя попробовать на два месяца на общественной работе. При этом с учета он не снимается. Если вы дальше его берете на работу, то, соответственно, дальше. Дело в том, что вот эти вот люди, которые остаются без работы, им часто в связи с тем, что экономика вся перестраивается, опиоритеты перестраиваются, нужны какие-то навыки, какой-то опыт, может быть, даже немножко в другой сфере. И когда предприниматель берет на общественные работы, конечно, он смотрит в перспективе на себя, может, когда-нибудь на лучшие времена, но он еще помогает этим людям приобрести определенный опыт в работе. И там можно, ну, то есть, это, конечно, оплачиваемая работа, то есть не совсем без работы, но вот такую вот пользу, может быть, общество может принести предприниматель даже в такое тяжелое вот для себя время. Ну, мы сейчас еще поподробнее остановимся на теме социальных программ, да, помощи людям, которые остались без работы, а пока премиум-звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Васильевна, я по поводу экономии электроэнергии. Мы живем в доме Бирюзова 2А, первый и второй подъезд. Вы знаете, свет горит день и ночь, солнце светит, а лампочки горят вовсю в два ряда. Вот это особенно переходы с этажа на этаж, представляете, дом 23 этажа, в две лампочки на каждом переходе, лампочки горят при входе в подъезд, по две лампочки, по две лампочки горят в мусоропробуде, две лампочки горят в камерах электроэнергии с тобой, лампочки горят у входа в редакцию, новые рубежи, ну как же так? Где же тогда экономия? Или это мы платим свои деньги? Зачем мы это платим? Людмила Васильевна, спасибо вам большое за звонок. Действительно, скорее всего, тут проблема банальна в том, что та программа, по которой лампочки включаются-выключаются, видимо, просто сбилась. Но в любом случае мы постараемся выяснить, почему вам решили такую светлую жизнь устроить, причем не предупредив вас об этом. Передадим, скорее всего, в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству данный звонок. Спасибо еще раз, что вы нам сегодня сообщили об этой проблеме. Давайте мы с Шлангой Геннадьевной пока продолжим наш разговор о предпринимательстве. Вы говорили о социальных программах, но про социальные программы давайте чуть-чуть попозже. Сперва все-таки о проблеме именно безработицы. То есть у нас, видимо, все-таки, раз я задал вопрос о предпринимательстве, а у нас через пару минут о безработице речь пошла, видимо, с предпринимательством дела все-таки не очень хорошо идут. Скажите, а есть ли какая-то вот именно надежда на то, что динамика эта изменится, ну, не в ближайшие пусть годы, ну, хотя бы, допустим, лет через пять? Какие-то программы долгосрочного характера у нас имеются? Да, программы, конечно, есть, есть субсидии для предпринимателей. На первое место, конечно, у нас импортозамещение, это мы понимаем в политике, и социальное предпринимательство, научная, инновационная какая-то деятельность. Вот в этом направлении бизнес будет поддерживаться, но торговля, к сожалению, у нас не субсидируется, никаким образом не поддерживается. А пострадали вот именно из-за курсовых разниц, особенно пострадали те предприниматели, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Более того, они в растерянности, если у них это основной вид деятельности, даже не дополнительный что-то, они в растерянности иногда не знают, по какой цене они завтра продадут. То есть для них вообще, в принципе, финансовый результат непрогнозируемый. Да и, насколько я, в общем-то, понимаю, у нас основные деньги, в общем-то, в бизнесе всегда идут от производства. Соответственно, какие-то разработки ноу-хау, предположим, они обычно вынесены все-таки в НИОКР, насколько я понимаю. То есть то, о чем вы говорите, поддержка каких-то научных изысканий, это все-таки нечто направленное на научный прогресс, но не на частное предпринимательство, правильно? Ну, наверное, да. Но если с точки зрения производства, здесь же на самом деле не обязательно заниматься НИОКР. Производство есть то, которое уже оно классическое. Просто раньше мы импортировали эту продукцию, а сейчас мы пытаемся ее производить. Очень сложно этот процесс идет, потому что оборудование чаще всего устаревшее. Мы были не готовы к такому резкому спросу на производство, именно спроса именно со стороны государства, для того, чтобы у нас производство поднималось. И это очень тяжело будет идти и идет сейчас. Сейчас фермерство у нас развивается в районе. Вы видите по новостям, как появляются новые отделы целые в магазине. Проходишь. Это, конечно, дороже, чем, допустим, это было бы, но предполагается, что качество там лучше. Насколько мне понимается, данное предположение насчет цены, как раз-таки, да, разница с тем, что мы привыкли покупать. Оно все-таки временное до тех пор, пока производители не выйдут на тот уровень реализации. Насколько мне понятно, продукция, когда они уже смогут как-то ценные коррелировать. Ну, и масштабы, если любой масштаб, это экономия на масштабе, да, любое масштаб. Второе, все вот эти масштабные производства, они же предполагают использовать какие-то искусственные все равно продукты какие-то. А фермерское, у них самое главное отличие, как сказать, изюминка, что ли, фишка, если хотите, это его натуральность. И это всегда будет дороже, в любом случае. Светлана Геннадьевна, а по кому в плане безработицы, да, больше всего данная ситуация ударила? По каким, в принципе, должностям, секторам, сферам? Обычно это юристы, менеджеры какие-то, может быть, не самые высокооплачиваемые. Но здесь, здесь, сейчас на рынок труда попадают и люди, которые занимают существенные должности, высокие, именно в банковской сфере. Очень много таких людей. Это люди, которые работали в Москве, в центре столицы, которые привыкли к большим заработкам, и они не могут найти другую работу. Им необходима крайняя переквалификация, кто-то пытается подождать, но банков больше не будет, да, и такого спроса на банковских уже не будет. Потому что, несмотря на то, что, ну, как бы все активы, там, клиенты переходят в другие банки, которые укрупняются, такого количества сотрудников уже не нужно. Вы знаете, что и крупные банки тоже сокращают. Сейчас все сокращают персонал. Когда люди приходят с таким вопросом о том, что мы остались без работы, мы привыкли к какому-то заработку, мы советуем заниматься предпринимательством. Причем предпринимательством именно в приоритетных направлениях, если они готовы, если они не начали. Ну, разве масштаб рисков, да, связанный с экономической ситуацией, он разве не превышает, вот, на сегодняшний момент, возможные, да, плюсы от предпринимательской работы? Вот, в принципе, в ваших словах есть, правда, да, потому что мы пережили 2008-2009 год и наблюдали, когда тоже был, когда много людей оказалось на рынке труда, а пошла, пошел вал такой регистрации индивидуальных предпринимателей. Сейчас мы такого не видим, то есть люди боятся. То есть сейчас в наше время видят рисков больше индивидуального предпринимательства. Но сейчас же есть программы, сейчас есть для приоритетных направлений и налоговые каникулы, да. То есть, в принципе, можно попробовать с небольшими затратами заняться, и это зависит именно от тебя. Ну, что называется, рискнуть, да. То есть рискнуть, это не будет так, да. То есть можно с какого-то маленького бизнеса начать, где затрат будет немного. То есть можно этим... И мы сейчас подробнее остановимся на этой теме, примем пока еще один звоночек. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Нина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу снабжения памперсами, революционный центр. Революционный центр? Мне не дают памперсы уже третий год. Хорошо, мы телефончик оставим. А какой именно центр у вас? Центр? Да. Это улица Северная, по-моему, дом 35. Так. Чуть я вот звонил дня три назад, там у них помещения нету. Помещения не дают, сказали. Ну, так очень долго. Ну, Нина Ивановна, смотрите, спасибо вам большое за звонок. По всей видимости, насколько я могу ситуацию понимать, вероятно, у них что-то куда-то банально переехало, а вам не сообщили. Мы вас свяжем с общественной палатой, по, скорее всего, комиссии, которая занимается здравоохранением, социальными вопросами. Они вас контактируют конкретно с данными людьми и попробуют разобраться, действительно, почему годами такая ситуация уже тянется. Спасибо за... Телефончик на меня, чтобы поставить. Телефончик, да, конечно, наш оператор запишет. Светлана Геннадьевна, пока давайте продолжим наш разговор. Вы говорили о том, что многие профессионалы, да, люди со стажем и опытом работы из банковской сферы попадают под сокращение. Но разве любой кризис, в том числе тот, который имеет место быть сейчас, он не вызывает все-таки расширение определенных отраслей, определенных должностей? Предположим, рисковый менеджмент, который имеется у нас во многих крупных предприятиях, да, с учетом того, что риски как таковы увеличиваются, разве не расширяются потребности у организаций в такого рода специалистах, профессионалах? Мы живем немножко в другой стране. Сейчас как раз издержки вот на вот эти вот вещи, они сокращаются. То есть это своего рода, в общем-то... В большинстве, да, в большинстве предприятий. Излишек, так сказать, да, профессионалов. Да, то есть все, что возможно, как бы сократить, и то, что не касается именно сейчас основной деятельности, вот это сокращается. Да и, в принципе, и раньше спрос был не настолько высок, и вы понимаете, что это же не все же риски менеджера попали на рынок. Им нужно обучение, переквалификация. Готов ли сейчас работодатель кого-то переучивать? Вот сейчас, то есть это дополнительные издержки. Я знаю как бы примеры, когда люди долго работают в организации, и предприниматель, руководитель видит, что это направление уже нет, и он сам его обучает и у себя внутри переводит с места там, допустим, на место. Где-то у себя внутри оптимизируют, чтобы людей как бы не выбросить на, если такая возможность, не выбросить на рынок. Таких вот случаев много. Или там предложить партнерам, допустим, что-то. Вот таких вот моментов, да. То есть все стараются своих каким-то образом уберечь, или им как-то подстраховать, когда много. А когда-то снаружи брать или искать менеджменты. Ну и тем более, насколько я понимаю, в крупных предприятиях, которые обычно, что называется, заморачиваются подобными специалистами, наверное, специалисты работают всегда, не только в кризисной ситуации. Да и со своими людьми, наверное, уже привычнее. Ну что, расставаться не будем, да. Давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Так. Я хотел бы уточнить такой момент. Я хочу заняться открытием детского садика. Ну, общаясь со знакомыми, у нас есть такая проблема, что детей не могут устроить детский сад. Я бы хотел узнать, есть ли субсидии для этого вида деятельности и какие-то программы в социальном развитии. Алексей, давайте сразу начнем. А в каком городе вы хотели бы этим заниматься? Или вы пока так примерно только оцениваете свои шансы? Ну, вообще в Одинцовском районе. В Одинцовском районе. Ну, в Одинцовском, да. У меня все знакомы. Ну, главное, что в рамках района, потому что понятно, что наша общественная палата только за район может отвечать пока. Спасибо вам большое за звонок. Действительно, Светлана Геннадьевна, Мария Владимировна, что у нас с социальными льготами? Насколько я понимаю, открытие детского садика это у нас социальное предпринимательство. Или я ошибаюсь? Ну, вот с точки зрения программы поддержки, субсидирования, это социальное предпринимательство. А вот с точки зрения федеральных программ акселерационных, которые решают проблемы социальных групп, это вот под вопросом. Я думаю, что Марина Владимировна. Но все-таки это больше предпринимательство в социальной сфере. Вот так бы я сказала. Ну, если абстрагироваться от терминологии, вот конкретно человек задал вопрос, есть ли какие-то льготы, какая-то субсидиарная помощь? Ну, субсидии уже нужно ждать на следующий год, в этом году уже нет, и все расходы будут компенсироваться. Это как раз тот вид деятельности, который поддерживается, субсидии предоставляются. Ну, то есть один из самых ярких, и на самом деле в программах поддержки и в активности в Одинцовском районе, наверное, самый популярный такой вид деятельности. Это, видимо, связано с тем, что как раз у нас реально имеются проблемы с детскими садиями. Да, имеются проблемы, и люди готовы помогать. То есть это очень актуально, так что можно, очень актуально, этим можно заниматься и нужно заниматься. А если вот Алексей конкретно, да, с общественной палатой более плотно здесь будет работать, что ему можно посоветовать, какого рода помощь, в принципе, Алексей может ожидать? Ну, консенсационную, конечно, поддержку, и вам можем поэтапно рассказать, как это делать, потому что у нас одна из программ, совместно с Мариной Владимировной, как раз, это поддержка вот таких предпринимателей. Мы проводим и семинары на эту тему, именно в социальной сфере, именно вот этих частных детских садов, и даже индивидуальные консультации. И всегда телефон горячей линии. Да, ну, можно еще добавить, что, чтобы сейчас ориентироваться Алексею, то есть первая консультация, она заключается в том, что мы определяемся, в какой организационно-правовой форме предприниматель хотел бы адекватно реализовать в соответствии со своими пожеланиями. Образом того детского учреждения, которое бы он хотел, и какие меры поддержки есть, потому что источники финансирования зависят напрямую от организационно-правовой формы. То есть, если это регистрируется в форме некоммерческой организации, то это другой источник финансирования, это целевые программы, это субсидии, и это гранты, грантовые поддержки, которые могут быть использованы. Если это регистрируется в рамках предпринимательства, такие как формы ККП или ООО, то у нас очень-очень большая в Московской области программа, связанная с поддержкой, ну, как уже Светлана сказала, что это со следующего года теперь уже, в нее можно включаться. Там очень хорошие программы по возмещению затрат до миллиона, есть программы до 10 миллионов, то есть можно включаться, обсуждать, и это нужно просто обращаться, приходить на консультацию. Ну что ж, тогда я думаю, что Алексей, в общем-то, не зря позвонил. Действительно, вот это тот случай, когда непосредственно общественная палата именно этим занимается. Да, это наш вопрос. Тогда мы вас с ним свяжем, будьте уже предназначены обсуждать. Ассанна Геннадьевна, насколько я понимаю, общественная палата у нас занимается вопросами финансовой грамотности не только среди взрослого населения, но и среди детей, правильно я понимаю? В чем все-таки необходимость, в чем суть детишкам, вот и в их еще юном возрасте, пытаться объяснять, что такое рубль, почему он такой, а не другой и так далее? Ну, это просто финансовая безопасность, да. Чаще всего, когда ребенок уже начинает ходить в школу, ему уже дают деньги. И он должен понимать, как им немного, может быть, и распоряжаться. И, соответственно, возможно, даже старшие школьники, какие-то, как мы говорим, ну, не знаю, недобросовестные люди, да, не будем, может, их плохими называть, могут воспользоваться этим. И ребенок теряется, как нужно себя вести. Дети, я считаю, что только со самого разумного возраста должны понимать, как распоряжаться своими финансами, как экономить. Ну, давайте вы нам сейчас буквально через несколько минут расскажете, как детям распоряжаться своими деньгами, а пока давайте примем еще один звоночек. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Наталья Васильевна. Я проживаю в Крылово-2. Ведь нашим домом площадка детская абсолютно не огорожена. А у нас вокруг дома ездят и фуры, и все, что твоей душе угодно, как в Можайское шоссе. Буквально в воскресенье дети играли в мяч, и мяч попал под машину, лопнул. Дети бросились, маму остановили. И сколько раз я лично обращалась в ЖЭК, обещали, вот на протяжении трех лет, обещали оградить вот эту детскую площадку. До сих пор она не огорожена. А ЖЭК управляющая компания какая? Да, какая управляющая компания, скажите, пожалуйста. Трансэнш-строй. Трансэнш-строй. Наталья Васильевна, спасибо большое за звонок. Я понимаю, это тоже находится на вопрос в ведомстве жилищно-коммунального хозяйства, комиссии по ЖКХ. Мы вас с ним свяжем. Действительно, очень много вопросов по ЖКХ у нас касается. Буквально каждую передачу звонят, спрашивают, что происходит в подъездах, на площадках, в домах. Я думаю, Наталья Васильевна, это как раз один из таких вопросов. Мы вас сконтактируем с комиссией по ЖКХ. Я думаю, они выехают на место, проведут небольшой рейд, и вы им все покажете, расскажете, и они уже постараются с Трансэнш-стройом как-то данные вопросы решить. Спасибо. Итак, Светлана Геннадьевна, уроки финансовой грамотности, насколько я понимаю, мы обсуждали. Вы говорили о том, на что детям надо тратить деньги. Ну, а что же? Ну, на что тратить деньги? А на что не надо? Ну, я думаю, что родители должны обсуждать, на что тратить, а что не тратить, потому что потребности разные в семье и разные требования воспитания. Но нас больше всего волнуют, наверное, больше подростки. Это дети, которые уже получили паспорта, это с 14 лет, которые теоретически по согласию родителей могут заниматься предпринимательством уже сейчас и могут выйти даже на рынок труда работать. И вот это как раз те, как бы, может быть, целевая аудитория, грамотность которых мы хотели бы повысить сейчас. Вот с этого, с АЗОВ, с самого начала. И вот как раз они задают и даже дают интересные очень идеи о поддержке предпринимательства. Мы проводили урок финансовой грамотности в Дубковской школе, в восьмом классе. И были очень интересные идеи. И их интересовал вопрос, что такое социальное предпринимательство. И они даже очень интересные идеи рассказывали, как поддерживать предпринимателей, которых в программе нет. Я думаю, что скоро мы можем составить программу. Да, может быть, что-то получится, знаете, такой свежий взгляд и свежую кровь, да, влезет в данный вопрос. На одном из ваших уроков финансовой грамотности присутствовала наша съемочная группа. Я предлагаю сейчас вам, а также нашим телезрителям, посмотреть на то, что из этого получилось. 21-й стал веком высоких экономических рисков. Финансовые инвестиции частного капитала могут не только обогатить владельца, но и совершенно его разорить. Точный прогноз того, как будет работать капитал и будет ли он вообще работать, даст не каждый специалист. Некоторые эксперты считают, чтобы заставить деньги работать на себя, нужно с детства приучаться к АЗАМ экономики. Мы сегодня урок будем делать вместе. Урок будет построен на уровне вопросов, на которые ребята должны отвечать. Мы, соответственно, корректируем, поправляем и даем какую-то дополнительную информацию. Воспитание финансово-грамотного поколения – это одно из ключевых направлений работы государства. Свою лепту в общее дело вносит и общественность Одинцовского района. Актуальность проблемы мы с вами знаем. Да, финансовая грамотность, к сожалению, в школе у нас не учат. Начинается у нас экономика только с 10 класса и то в профильных классах. Поэтому, я думаю, вызовет живой интерес. Активисты провели урок финансовой грамотности для восьмиклассников в школе дружбы. Вскоре многие из этих ребят отправятся в вузы, где их ждут полноценные программы микро- и макроэкономики. На этот раз они узнали азы этих наук. Цель данного урока – донести нашим юным и молодым гражданам России, рассказать про деньги, про финансы, в целом про денежные обороты финансов в повседневной жизни каждого человека. Общественники рассказали школьникам о деньгах и их функциях, о налогах и молодежном предпринимательстве. Особое внимание уделили роли бизнесменов, занимающихся социально важной работой. Это люди, например, которые занимаются с детьми, которые делают дополнительное образование. Это предприниматели, которые организовывают частные детские сады по присмотру, которые работают с детьми. Общественная палата Одинцовского района не в первый раз проводит тематические уроки. Их популярность среди школьников показывает, что занятия достигают своих целей. Ну что же, как видно, энтузиазм у детей действительно имелся. Давайте попробуем понять, что вы пытались до них вообще донести. То есть ребята, в общем-то, конечно, не самые маленькие первоклассники, но тем не менее, в общем-то, еще и даже не студенты. Вот как думаете, они вообще понимают, о чем вы пытаетесь с ними разговаривать? Они отлично понимают. Понимают, я считаю, что часто лучше, чем наши взрослые сейчас. Потому что, я не знаю, или программа такая, или просто другое поколение, другие дети. Но мы очень были воодушевлены, но очень хотелось бы показать, чтобы они понимали. Больше всего мы делали ставки на то, чтобы дети понимали, что сейчас происходит в стране, да, как нужно выбирать профессию и почему ее нужно выбирать, а не слушать там кого-то, что у нас сейчас популярно. И чтобы они всегда рассматривали возможность предпринимательства, да, то есть организации вот именно своего, своего бизнеса и именно тех сфер, которые сейчас поддержатся, которые сейчас нужны, а не что-то вот такое, может быть, даже экзотическое, так же, как и выбор профессии. И вот мы старались рассказать, так как общественная палата, мы же не можем по-другому. Мы хотели, делали ставку именно на социальное предпринимательство и предпринимательство в социальной сфере. И недаром мы сейчас активно поддерживаем вот эту программу федеральную, аксессионную социальную инновацию. Это что-то новое, это то, что, может быть, у нас так не распространено в нашей стране, но это наше будущее, и мы с этим будем работать дальше. Ну, давайте поподробнее, да, на этом остановимся. Марина Владимировна, я так понимаю, к вам этот вопрос, да, как к руководителю. Скажите, в принципе, в чем данная программа заключается, да, на кого она направлена и в чем она реально конкретно помогает людям? Ну, еще раз повторюсь, что в октябре стартовала, этого года стартовала программа федеральной акселерационной площадки социальной инновации. Эту программу поддержало Министерство экономики Российской Федерации, агент стратегических инициатив. И в этой программе поддерживаются проекты, которые позволяют реализовать трудоустройство и самозанятость, ну, таких незащищенных социальных слоев. Ну, таких, как, например, пожилые люди или такие, там, молодые матери или мигранты. То есть это те, которые, или, допустим, программа предразумевает какие-то развития сервисов, которые бы улучшили жизнь к лучшему. И для этого, кого поддерживает эта программа, для кого она, собственно, это для тех людей, которые внутренне чувствуют потребность и мотивацию для того, чтобы изменить мир к лучшему. И для того, чтобы, вот для кого более конкретно, кто может быть включен в эту программу. Да, давайте вот перечислим, ну, хотя бы не все, но какие-то конкретные, какой-то бизнес. Что может быть, да? Что может быть? Ну, например, это те люди, у которых очень давно ходят с какой-то очень большой идеей, но никак не могут принять решение начать действовать. Или, допустим, это те предприниматели, которые имеют какой-то уже устойчивый бизнес, но в связи с жизнью, да, с какой-то жизненной позицией, или с какой-то, появилась внутренняя потребность или мотивация для того, чтобы переформатировать это в социальное русло, потому что испытывают эту потребность. А можно ли вот какие-то конкретные примеры, да, бизнеса, которые у нас подходят под вашу программу? Ну, например, бизнесы, когда, например, предприниматели чувствуют потребность и заботу там о старшем поколении, на примере своих бабушек и дедушек, ощущая там в том, что с возрастом разные болезни могут быть. У нас не хватает домов престарелых, да, то есть это такие, это так же можно... Частные дома престарелых, само, соответственно, да? Да, да, могут развиваться. Эти бизнесы могут быть, например, для мигрантов, когда, допустим, очень трудно адаптироваться, да, но при этом может быть культурологические какие-то вещи есть. Например, там есть такой вот отличный проект, который очень хорошо стартанул, там это хлебопекарня, да, с разными хлебами, которые там разную культуру несут. То есть это такие нужные, быстро разворачиваемые бизнесы, причем, нужно сказать, что они могут быть по масштабу разные, от маленьких семейных локальных бизнесов до больших производственных бизнесов. То есть в данном случае вы помогаете не только тем, кто действительно там совсем там по крупице, да, собирает свое дело, а в принципе помогаете по именно направлению деятельности, правильно? Это не стартапы, это люди уже должны уже что-то двинуться. Мы не занимаемся, не обучаем писать бизнес-планы, мы работаем уже по продвижению реальных проектов. И реализации про конкретных правил планов, да? Программа, она на пять месяцев рассчитана, там две сессии очных, да, которые к предпринимателю прикреплены трекеры, то есть это тренеры, которые сопровождают каждый шаг и каждый процесс. Менторы – это те люди, которые имеют большой предпринимательский опыт и стаж, и они отслеживают, как это двигается и помогают реально. То есть по результату мы имеем уже готовый финансово устойчивый бизнес, не такой, который там самозанятость, а уже реально действующий и работающий. То есть, насколько я могу понять, это, в общем-то, консалтинг услуги уровня федерального, в общем-то, да, такого, федеральной организации, правильно? Это не совсем консалтинг. Консалтинг подразумевает просто сопровождение консультацию, а мы создаем условия, в которых человек, попадая со своей идеей, он просто не может не сделать это. Ему создаются все индивидуальные его траектории производственные. Я еще раз говорю, подключаются предприниматели, трекеры, и плюс у нас есть инвестиционный фонд. То есть на последней стадии предпринимателю создается условие для реализации, привлекаются стекхолдеры. Ну, такое слово я объясню, это заинтересованные лица. Это те, которые инвесторы, которые готовы в этот проект вкладываться. На сегодняшний день у программы уже пять крупных таких стекхолдеров, таких фондов, которые... Ну, вот сейчас программа уже имеет 32 миллиона, обороты набирают. Это те деньги, которые будут отправлены этим же предпринимателям после течения пяти месяцев на их развитие, на их результаты. Марина Владимировна, а сама программа для предпринимателей является платной или бесплатной? Да, это очень важный вопрос. Это программа платная. Условия можно там оговаривать. То есть первая встреча происходит бесплатно. То есть человек понимает... Первая сессия. Первая сессия, да? Человек понимает, то ли об этом ли речь. Это соответствует ли задачам. И платность — это очень важный компонент. Мы бизнес делаем, мы не занимаем... Это, в принципе, в культуру нужно вводить. Если ты хочешь получить результат, ты должен вкладывать. И это отношение не патерналистское, что кто-то там чего-то должен сопроводить только потому, что вдруг мне там как-то риски, да? Человек должен выстраивать, уметь выстраивать в мире даю-беру отношения, да? Потому что сама программа стоит во много порядков выше. То есть эта стоимость достаточно условная. То есть это видно по объему работы. Марина Владимировна, а в Московской области, насколько мне известно, данная программа запущена, и в том числе в Одинцовском районе, правильно? Да. Мы приняли решение, что в Одинцовском районе это актуально, потому что мы с общественной палатой давно уже работаем очень плотно. У нас список предпринимателей, в том числе по теме садов, да? Хотя они немножечко носят характер предпринимателей в социальной сфере, да? Есть там нюансы. Если позвольте, я так понимаю, что, в принципе, данная инициатива стала последствием того, что предприниматели вообще обращаются именно в общественную палату, правильно? В общественную палату, именно в Одинцово самое активное, благодаря Светлане Геннадьевне, это здесь точно нужно говорить. Поэтому выбор был однозначно здесь. И поэтому мы сейчас на стадии приема заявок. А давно вы, собственно, открыли свои двери для заявителей? Ну, буквально, наверное, неделю назад. Неделю назад. То есть буквально вообще свежая программа еще? Это старт. Это стартап федеральный. Нет в России аналогичных программ. Есть программы по социальному предпринимательству, но они несколько разнятся по понятийным моментам. У нас, мы работаем здесь, я момент хотела бы озвучить, еще и с внутренней мотивацией человека. То есть должно быть ложиться на внутреннее ощущение, зачем этот человек хотел бы. И он должен чувствовать, что он хочет поменять мир к лучшему. Это критерий. Он хоть и носит такой культурологический характер, но он для понимания социальных инноваций принципиален. Тогда результат, тогда дело, тогда бизнес, тогда понятно, зачем и что. И тогда попадают все вопросы, что это. Понятно. А на сегодняшний день у вас сколько уже людей к вам обратились? Ну, вот сегодня мы через центральный сайт идет, социнвест, там регистрируется по выборке. То есть у нас порядка 12 человек, они уже зарегистрированы. За неделю. То есть получается, почти там по 2-3 человека в неделю в день к вам, в принципе, обращаются. Ну, так сложно сказать. Там может быть больше, меньше. Но мы только стали об этом говорить, люди стали об этом слышать. Мы набираем порядка 20 человек. И вот... Для первого раза, да? Ну, да, и мы же не просто так. Мы до 27-го принимаем заявки и проводим собеседование предпринимателей, которые сейчас есть. Ну что же, будем наблюдать за вашими успехами. Будем надеяться, что во многом это поможет, да, людям, которые хотят, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в общем-то, помочь стране выйти из нее. И через то, что начинают свои собственные дела. Тем более, такие полезные, как социальное предпринимательство. Светлана Геннадьевна, Мария Владимировна, благодаря, что к нам сегодня приехали. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы разговаривали о предпринимательстве, экономическом состоянии нашего района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, оставляйте свои заявки. Кроме того, вы можете обратиться в общественную палату нашего района, воспользовавшись формой обратной связи на их официальном сайте или написав письмо на электронную почту. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok